Это примерно так же, как оплатить яхту смс-ками. Можно сделать, но отправь 10 тысяч смс-ок тому, у кого хватило терпения, яхта в подарок. Вот это очень страшная штука на самом деле для бизнеса. Почему? Опять же в связи с тем подрастающим поколением, которое вот это все будет ожидать. Вот какой-нибудь тинейджер, которому сейчас 14 лет, он зайдет в интернет-магазин и так вот посмотрит, а что-то полайкать негде. И решит, что тут все очень плохо, раз они боятся эту кнопку поставить. Раз тут нет отзывов, это все тут плохо. Раз мне это нельзя, там, куда-нибудь виш-лист свой отправить. Значит, все, страшное дело, надо отсюда бежать. Соответственно, бизнес, скорее всего, через несколько лет столкнется с тем, что вот это делать надо. И, соответственно, надо изменяться в ответ на ту реакцию, которую вы получите. Еще один из вариантов называется, давайте мы будем собирать идеи от пользователей. Вот у нас очень многие компании заявляют это как мысль. Это пример Старбакса, да, сеть кофеин. Вот у них все правильно, они собирают идеи и они их реализуют. Показывают тут какую-то статистику по количеству реализованных идей. Ну, российский подход, он не такой. Вот, да, он заключается в следующем. Давайте все соберем и ничего делать не будем. Зачем будем собирать? Ну, потому что все собирают. Да, это вот мы таким образом открытость проявим. Онлайн-обучение. Очень много споров про то, надо или не надо, учить, например, сотрудников через интернет. Это классический пример. Компания Гудиер раньше тратила 20 миллионов долларов на обучение своего персонала в год. Потом они все это очное обучение прикрыли, перестали к себе свозить персонал, сделали онлайн-обучение. У них стали затраты 2 миллиона долларов в год. Ну, то есть сэкономили в 10 раз. К сожалению, в России я тут тоже своим путем пошла. И у нас онлайн-обучение сводится к задаче, как обмануть того, кто меня учит. То есть как, например, тест заполнить, бросая вопрос сразу в Google. Не думая, а прямо чтобы у вас… То есть есть сейчас специальное программное обеспечение, которое блокирует эту возможность. Но, соответственно, на каждую хитрость одну находится 10 хитростей других. Вот спрашивали, да, как померить на себя. Вот есть такой вот Fits.me проект. Он позволяет вот сюда вот заполнить вот эту формулу, внеся себе… Вот все себе замерив, внести туда, и эта штуковина создаст вашу трехмерную модель. Они обещают сделать, и, по-моему, частично уже сделали, интеграцию вот этой штуки с интернет-магазинами, чтобы можно было ее встроить в интернет-магазин. И тогда вы теоретически сможете прямо на свою фигуру одеть что-то. Вот люди мудрые, очень мудрые, начали только с мужчин. Не знаю, вот версий, почему много, но это правильно, да. Потому что та обратная связь, которую они мгновенно получили бы от женщин, была… Все правильно, да. Женщине нужен поход по магазинам, они понимают, что в этом какой-то смысл, видимо, есть, да. Вот. Вот есть замеры, да, что вот в тот момент, когда женщина переступает порог магазина с одеждой, у нее там всплеск эндорфинов. Сравним, не буду говорить с чем. Вот. Именно от этого шопинг так целебно действует. Так, вопрос. Ну, многое, что уже пришло. Да, единственное, что пришло, как обычно, знаете, там, будущее уже здесь, но оно распределено неравномерно. Да, например, в Шопшу оно вообще еще не заходило. Вот. Вот, а не в обиду будет сказано Шопши, вот, может быть, это и хорошо, а, например, там, московский интернет-магазин, очень многие это активно используют. Тем более, что часть этих технологий относительно недороги, да, то есть встройка вот этих социальных сервисов, это по большому счету скопировал код в одно место, вставил в другое. Но еще раз, проблема не технологическая, да, проблема в мозгах, потому что перестроиться вот на это очень многим очень странно. У нас же до сих пор отношение к интернету, как к некой, ну, вот это такой рекламный буклет в интернет выложенный, в который 15 тысяч рублей наскребли, там, как-то, да, вот еще что-то сделали. Поэтому придет, придет просто потому, что без этого будет никуда. То есть будет либо у вас хорошо, либо лучше ничего не делать. Вот, и, соответственно, есть тоже такой прогноз, что примерно в перспективе 15 лет будет расслоение, причем всего населения, на три класса. Значит, первый класс, который будет включать в себя 3-5% людей, это те люди, которые очень состоятельны, очень богаты, и они могут себе позволить не присутствовать в сети. То есть по прогнозам, так есть такой Якоб Нильсон, он говорил о том, что скоро самой дорогой услугой будет услуга «Спрячьте меня от информации». Вот эту услугу смогут позволить себе 3-5% населения. Следующие 10-15% это будут такие максимально прокаченные менеджеры. То есть это человек, который вот во всем вот этом варится, он весь в гаджетах, и только благодаря вот этому он успевает что-то делать. И дальше вот оставшиеся 80%, которые вообще неконкурентоспособны и нужны только для обслуживания вот этих двух. Все-таки как, несмотря на то, что с 5-летним, с 40-летним, с 5-летним, с 50-летним, с 50-летним погубиться в мозг у 14-летнего подростка? То есть, а, для того, чтобы ему что-то продать сейчас, и, б, для того, чтобы, как ты сказал, уже работать с ним, когда он у него появится бабка? Ну, понаблюдайте за ними просто. Понаблюдайте за детьми, они абсолютные маньяки всего этого. То есть, они жизни своей уже не видят. Как так, я 10 минут не в онлайне. Ну, понаблюдайте, понятно. Я имею ли с точки зрения маркетинга и бизнеса? То есть, что он должен сделать предприниматель, бизнесмен, для того, чтобы начать продавать, не обладая, скажем, навыками и свойствами мозга подростка нынешнего, да? Как хозяин бизнеса, как, может быть, директор, который за много старших, как он пообразил с ним? Я думаю, что человеку в возрасте больше, там, сорока лет, это вообще без шансов. То есть, соответственно, ему придется только опираться либо на очень мощные исследования, либо использовать уже созданную мифологию, кем-то созданную. Вот, как правило, эта мифология создается с помощью медиа, то есть, с помощью фильмов и так далее. Посмотрите последние все проекты телевизионные, да? Нас активно всех приучают к тому, что будут чипы. А вот последний вот этот фильм был, когда там дядечка один таблеточки пил, не помню, как называется, для разгона мозга. Да, там четкие... Ну, вот если все содержание откинуть, там один посыл. Без наркотиков ты не конкурентоспособен. Сергей, расскажите, пожалуйста, на какие тренды, вообще фишки такие, что это обратить именно малому бизнесу или ребенку, скажем так, или в Москве? Что это будет доступно? Малому бизнесу надо обратить внимание именно на фишки. Такие? Вот. Соответственно, про фишка – это любая штуковина, да, которая отличает ваш сайт от всех остальных. Вот именно потому, что это фишка, списка фишек нет. Да, потому что это каждый раз что-то новое. Идея в следующем. Всегда задавайте себе следующий, ну, следующий вопрос, да. Что только у меня на сайте, только у меня на сайте найдет потребитель? Так же, как чем мой бизнес отличается от всех остальных? Этот вопрос ставит в тупик 99% людей, потому что на самом деле ничем не отличается. А фишкой может быть все что угодно, да, какой-то интересный дизайн, только осмысленный, да. Какая-то функциональность, которой нет ни у кого, например, калькулятор. Просто какая-нибудь никому не нужная вещь, но забавная. Да, там, оживающие фотографии, там, ну, и что угодно. Да, то есть я бы делал акцент на фишках, потому что фишки хоть запоминаются. То же самое, кстати, можно провести полную аналогию с мероприятием. Вот если потом, вот сейчас мы все здесь с вами посидим, выйдем, попробуйте у людей, присутствующих здесь, завтра спросить, что вы запомнили. И вот вам расскажут из 3-4 часов общения каких-нибудь 5 самых дурацких фишек. Да, например, там… Так, спросили, как узнать, что фишка оригинальная, никак. Просто есть анекдот такой, девочка говорит, я себе хочу сережку в ухо, там, ну, или бровь. Как у подруги, чтобы быть на декабре? Вот, ну, ответа нет как конкретного, да. У нас процентов 30 клиентов начинают общение с жуткой секретностью. Говорят, вот давайте мы с вами кучу документов подпишем, только после этого мы вам расскажем нашу супер бизнес-идею. Потому что мы вот ее придумывали, тут вымучивали. Потом рассказывают банальность, которая просто вот зашкаливает за все. Они над этим бились там 3-4 месяца, года, там и так далее. Ну, мое личное мнение, что фишки все либо от полной безграмотности, да, либо от гениальности. Вот гениальных фишек немного. Поэтому, ну, скорее всего, никто из нас с вами здесь присутствующих ничего супероригинального вообще никогда не придумает. Получается, что нет шансов регионов, которые не так. Если мы все заурядные, сродные, то все равно все у нас не встречаются в космосе. Ну, я не думаю, что нет шансов у регионов. Я думаю, что фишка регионов может быть как раз в региональной заточенности. Да, то есть в чем-то, например, ну, какой-нибудь ярославский сайт. Вот я в Ярославле не знаю ни одного интернет-магазина. В интернет-магазинах? Я не знаю еще ни одного покупателя в ярославского интернет-магазинах. Я понимаю основную мотивацию покупки москвичей в интернет-магазинах. Она заключается в следующем. Не тащиться через весь город через все пробки. Поскольку в Ярославле этой проблемы, ну... Ну, у нас нет ничего уникального. Вот вы что-нибудь мне уникальное назовите в Ярославле. Ну, хоть чего-нибудь. Низкие цены могли бы быть, да, какой-то осмысленным конкурентным преимуществом. Самым банальным, да, какое только есть, выигрывая за счет цены. То есть я, если посмотреть на разведенного, на другие, да, страны, то там все четко разделилось. Есть глобальные монстры, которые все под себя забирают тотально, да, ну, вот условно, абсолютно без толку конкурировать с Озоном. Просто пустое дело, да. Нам периодически звонят, сделайте нам YouTube, Facebook, вот. Вот, сделайте нам Озон. У нас вот мы накопили тут Озон. Вот. Ну, его же уже сделали, поэтому можно просто скопировать. Но вот, значит, там монстры, да. Вот. И есть еще региональные маленькие игроки, которые работают четко на регион и бьют, вот, позиционируются только по региону. Например, мы самая быстрая доставка пиццы в регионе. Вот все. Мы не возим это никуда, там, в Таганрог. Да, вот в Ярославле мы, вот, если у нас закажете, вам пиццу через 10 минут. Привезем. Но вот я в Ярославле не знаю, где так. А какое количество сайтов из того, что они вообще реально стали успешными? Как купить? Ну, каждый десятый, каждый пятый. То есть сколько проектов провалилось? Что значит окупили? Ну, хотя бы сортаж. Стоит без создания хватит. То есть без стадия заиноксизировали. Приносит деньги. Для корпоративного сайта такого понятия нет вообще. Ну, это примерно то же самое, что спросить. Вот офис, который вы арендуете, он себя окупает или нет? Скорее, про бизнес. А корпоративный сайт, как правило, сам по себе ничего не продает. Да, он стимулирует обращение в компанию. И... Можно же отследить количество звонков в сайт, повесить каждого мира? В любом случае вы... Ну, можно, да. И многие очень этим грешат. Даже говорят, что они могут это точно отследить. Но на самом деле... Там тысяча один фактор. От чего все это зависит? Ну, по нашему представлению, интернет-магазины и корпоративные сайты окупают себя всегда. В том случае, если в них достаточные инвестиции. Как правило, крах связан с недостатком инвестиций в это. У нас... Боюсь, что она очень разная у всех. Да. Ну, я все время всем это объясняю на примере открытия филиала. Вот у нас бизнесмены очень четко понимают, что если они открывают филиал, то вот этот филиал требует инвестиций. И немалых, да? Нужно выбрать хорошее место, нужно там отремонтировать, нужно нанять персонал и так далее. Сайт это больше, чем филиал. Почему он тогда стоит в 10 раз меньше? Да? Чего не всегда? Согласен, не всегда. Но в большинстве случаев там на филиал готовы потратить полмиллиона. И все ведь понимают, да, что если вы откроете филиал в лесу, в гараже, да, и там будет, ну, один какой-нибудь странный персонаж работать. Никто потом не возмущается, что эта штука не окупается. Да, при этом, сваяв на коленке интернет-магазин, все говорят, да я же вот туда вложил, да, пол зарплаты хорошего одного программиста, и чего-то оно не работает. Интернет-сайт это как ребенок. Когда он родился, все только началось. А все наоборот думают, да, как сделал, так все, дальше спать. Еще вопрос. Ну, кстати, отвечу, да, по нашей оценке, даже если компания одновременно закажет в трех разных разработчиках три разных сайта и просто потом выберет тот, который будет лучше всех, это все равно себя оправдает. Еще вопрос. Все, тогда спасибо. Спасибо.